Мы с вами стоим на пороге новой цивилизации. Впрочем, нет, мы уже живем в условиях новой цивилизации, медийной. Но умеем ли мы жить в этих условиях, адаптировались ли мы к ним? Давайте мы об этом сегодня поговорим. Процессы цифровизации интенсивного перехода к виртуальной коммуникации нам известны уже давно, и они связаны с активным вторжением медиа в нашу жизнь. Но если до ситуации самоизоляции мы говорили о них, мы обсуждали их, и мы были готовы к их решению, то с началом пандемии мы как будто бы забыли об их существовании и смирились с тем, что мы все становимся все более и более зависимыми от медиа. К примеру, еще несколько месяцев назад и учителя, и родители били тревогу относительно такого явления, как медиазависимость. Но с началом пандемии мы начали закрывать на это глаза, и медиазависимость стала едва ли не нормой. Отчасти это неизбежно и связано с объективной потребностью человека оставаться на связи в ситуации социального дистанцирования. Однако важно задуматься о том, какими будут последствия неограниченного потребления медиа информации на выходе из объективно непреодолимых обстоятельств. Вернемся ли мы к прежнему стилю информационного поведения, или по-прежнему останемся в ситуации медиазависимости и будем считать ее нормой? Исследователи отмечают серьезные последствия чрезмерного медиа потребления, которые проявляются на разных уровнях. Фиксируются, например, заметные изменения в развитии детей. Дети отстают в развитии, если телевизор начинает выполнять для них роль няньки. Уже к трехлетнему возрасту задержка составляет целый год. Нарушается двигательная активность, хуже формируются навыки вербального общения. Самое главное, что должен получать ребенок, отсутствует. При просмотре телевизора ребенок не участвует в вербальной коммуникации. При экранном просмотре мышцы глаз не тренируются, их активность замедляется, появляется так называемый оцепеневший взгляд. Замедляется и интеллектуальное развитие. Многие исследователи высказывают серьезные опасения по этому поводу. Наши исследования четко показали, что дети, часто смотрящие телевизор, хуже умеют читать, хуже отличают реальное от вымысла, у них хуже развито воображение, они с большим страхом воспринимают мир. Рост агрессивности – еще один тревожный фактор. Задумайтесь, к 14 годам типичный американский подросток видит 11 тысяч сцен экранного насилия. Ты вышвырнул меня об вагон. Я помню. Даже два раза. Как будто мы герои мультиков. Я искренне об этом сожалею. Страдают не только дети. К примеру, ощущаются такие последствия информационного давления, как формирование доминантного очага, устойчивой эмоциональной реакции на некогда нейтральный экранный раздражитель. По данным Комитета солдатских матерей, около трех тысяч крымских солдат официально служат на Украине. Абсолютное большинство хочет вернуться домой, но их не отпускают, запугивая словами «трибунал» и «дезертир». А еще в Крыму сотни современных здравниц, десятки километров оборудованных пляжей и, самое главное, солнце, море и горы круглый год. Приучение к потреблению порций информации. Формирование привычки некритичного и чрезмерно эмоционального реагирования на информацию. Формирование ощущения дефицита времени. Кроме того, многие из нас становятся более рассеянными и менее продуктивными. Если бы люди были здоровы и, скажем так, оказывались бы менее часто подавлены или перевозбуждены домашними, национальными, государственными и глобальными проблемами, творческий потенциал человечества значительно увеличился бы. К сожалению, сегодня именно медиа нередко становится поставщиками проблем, которые перевозбуждают нас, решить которые мы не можем и которые отвлекают нас от реальных дел. Философ Джеймс Уильямс описывает три уровня человеческого внимания и то, как оно деформируется медийной средой. Непосредственное внимание. Например, вы отрываетесь от книги, чтобы посмотреть уведомления на вашем смартфоне. Результат – интеллектуальная инфантильность, прокрастинация, распыление усилий и расфокусировка внимания. Звездный свет – это ваши планы, жизненные цели, это нечто более глобальное. Написать книгу, создать что-то очень-очень существенное, отвлекаться на медиа в этой ситуации значит просто потерять эти возможности, потому что все эти процессы требуют серьезного погружения. Дневной свет – это переключение внимания социума с одной проблемы на другую. Это произвольный сдвиг фокуса зрения, фальшивые новости и волны ненависти в онлайне. В результате разрушаются ваши цели, мораль, благосостояние, формируется так называемая экономика отвлечения. В Netflix мы конкурируем за время наших клиентов, поэтому наши конкуренты – это Snapchat, YouTube, Son и так далее. В ситуации неопределенности эти и многие другие последствия чрезмерного медиапотребления усиливаются. Как полагают исследователи Флёра Баларакеш, в ситуации неопределенности мы вообще становимся более зависимыми от медиа. Рассчитывать на то, что по завершении сложного этапа, вызванного пандемией, неопределенность исчезнет, не приходится. Выходом из подобной ситуации нам видится внедрение в наш образ жизни навыков медиагигиены. Медиагигиена изучает влияние факторов медиасреды на здоровье человека, его работоспособность и продолжительность жизни, разрабатывает нормативы, требования, мероприятия, направленные на его оздоровление. В какой же форме она может осуществляться? Первая форма – контроль фейковой информации. Подобно тому, как в жизни мы используем барьерные методы защиты, нам необходимо оградить себя от вредоносной информации, в первую очередь от фейков. Фейк – это сообщение с отсутствующей или сниженной ценностью для общества, которое стремится выдать себя за ценное. Существуют различные классификации и маркеры фейков. Они помогают нам оградить себя от недостоверной информации. Абсолютная ложь часто используется для сообщения об опасности или о чьей-либо гибели. Частичная ложь используется в сообщении с правдивой в целом информацией. Искажение представляемой информации применяется в описании реальных правдивых событий. Факты не искажаются, но дается чрезмерно субъективная оценка и разделить факты и мнения не представляется возможным. Сокрытие информации. Иногда фейк создается не наличием ложной информации, а отсутствием истинной информации. Например, в тексте не представлены факты, противоположные идее публикации. Фейк по времени. Событие произошло, но в другое время. Фейк по месту. Событие произошло, но в другом месте. Закрытое мозаикой лицо или вообще его тень, измененный голос, отсутствие фамилии, ложное имя – это не художественный ход, а способ скрыть грубые швы подделки. Пространственно-временной фейк. Событие произошло в другом месте и в другое время. Недостоверный источник. В качестве источника указывается фейковое лицо, организация или медиа. Ненадежный источник. Имеет ярко выраженную заинтересованность в той или иной интерпретации информации. Второстепенный источник. Не является главным действующим лицом, но это не уточняется. Непроверенный источник. Им часто является очевидец события. Мы склонны думать, что если человек побывал на месте события, он расскажет нам правду. Однако это далеко не так. Известно старое милицейское наблюдение. Никто так не обманывает, как очевидец события. Необходима проверка из другого источника. Панический свидетель. Эмоционально очень вовлечен в события. Его слова должны интерпретироваться только как его индивидуальное мнение. Как с этим жить дальше? Как вообще эти люди живут все эти годы? Ой, прости. Не все фейки вредоносны. Некоторые создаются для развлечения или отдыха и не причиняют вред ни человеку, ни социуму. Земля в иллюминаторе, Земля в иллюминаторе, Земля в иллюминаторе видна. Как сын грустит о матери, как сын грустит о матери, грустим мы о земле, она одна. А звезды, тем не менее, а звезды, тем не менее, чуть ближе, но все так же холодны. Но многие цели создания фейков могут быть небезобидными. забидными. Привлечение внимания к автору или платформе. Создается эпатажный материал с целью увеличения аудитории. Без проблем продали, ничего не смутило ни нарушение целостности упаковки, ни нарушение товарного вида. Привлечение внимания к проблеме. Создается фейковая новость для того, чтобы обратить внимание аудитории на существующую, но по каким-либо причинам замалчиваемую проблему. Дискредитация человека или организации, то есть распространение порочащих ложных сведений с целью получения какого-либо преимущества. Манипуляция аудитории для провоцирования конкретных действий от совершения покупки до забастовки лимитинга. Мошенничество, например, с целью завладения средствами. Существуют маркеры фейков, мы можем их обнаружить в заголовках, в основном тексте, в изображениях, иллюстрациях, в инфографике, в видеозаписи. Посмотрите на медиатекст внимательно. Если вы видите несколько маркеров в одном сообщении, стоит задуматься, насколько оно достоверно. Но важно помнить, что сам по себе термин фейк применим только к новости или к сообщению, которое выдает себя за новость. Если перед нами оценочное суждение, мы не можем его интерпретировать как фейк. Человек имеет право на любую, даже ошибочную оценку, поэтому высказывание оценочного суждения должно интерпретироваться не как факт, а как мнение. Оно не рассматривается экспертами как фейк, независимо от наличия в нем признаков недобросовестного информирования. Вторая форма реализации принципа медиагигиены – это контроль интенсивности медиапотребления. Подобно тому, как мы сокращаем интенсивность реальных контактов в сложной ситуации, мы должны контролировать интенсивность соприкосновения с медийной информацией. Особенно опасны здесь кликбейты. Кликбейт – это недобросовестный заголовок, анонс, превью информации, которые необходимы для привлечения внимания к какому-либо медиатексту. Кликбейт провоцирует читателя на переход к основному материалу. Этим материалом может оказаться рекламное сообщение, вредоносное программное обеспечение или текст, который ставит перед собой задачу выманить у аудитории деньги. Еще одна ловушка – это автовоспроизведение видео. Такая опция присутствует сегодня во многих социальных сетях, и если вы просто скролите ленту новостей, вы можете попасть в эту ловушку. И, наконец, бесконечное уведомление, о вреде которых мы уже говорили. Все это может привести к медиазависимости. Кстати, вот признаки медиазависимости. Проверьте их у себя. Обращение к медиа без четкого желания найти что-то конкретное. Хаотичное, несистемное ознакомление с медиаконтентом. Чувство дискомфорта при долгом необращении к медиам. Отсутствие выбора, ощущение, что без медиа вы не сможете решить важные задачи. Частое обсуждение медийных тем. Утрата контроля, потеря ощущения времени при обращении к медиа. Регулярность и постоянство деструктивного поведения. Например, вы откладываете важные дела ради того, чтобы провести время в интернете. Отказ от ответственности за происходящее. Рационализация. Самодеструкция. К примеру, вы забываете про сон и еду. Сокращение сферы активности. Если вы обнаружили у себя несколько признаков и они повторяются регулярно, важно подумать о выходе из медиазависимости. В этой ситуации будут полезными практики цифрового аскетизма, информационной диеты и Digital Detox. Digital Detox. Первоначально под ним понималась область туризма, когда предоставлялась услуга пребывания в отеле или в каком-либо месте, где подсоединение к Wi-Fi и любые средства взаимодействия с виртуальной реальностью отсутствовали. В 2018 году определение было конкретизировано. Сегодня оно понимается как ограничение полное или частичное доступа к виртуальному информационному пространству в любых социальных средах. На каком уровне Digital Detox остановиться, решать вам. Тотальный уровень – это фактическое отсутствие интернет-покрытия. Оно может быть естественным или вынужденным. Частичный уровень – это разные степени лимитирования доступа к интернет-соединению и конструирования ситуации вынужденного ограничения. Диапазон широк от отключения Wi-Fi везде, кроме служебной территории, до блокирования электронного сигнала при помощи специального оборудования. Квази-уровень, то есть запрет на выход в сеть в определенное время в определенном месте. Кроме того, медиагигиена должна включать контроль количества медийных контактов. Подобно тому, как мы придерживаемся принципа сохранения социальной дистанции и стараемся сократить количество реальных связей, мы не должны увеличивать, наращивать количество контактов в виртуальной среде. Число дамбара – количество постоянных социальных связей, которые может поддерживать человек. Оно лежит в диапазоне от 100 до 230. Средним принято считать 150 контактов. И, наконец, изоляция вредоносных ресурсов. Подобно тому, как мы сторонимся физически нездоровых людей, проявляющих симптомы заболевания, нам необходимо и в виртуальной сфере стараться ограждать себя от вредоносных ресурсов. Иными словами, нам необходимо оградить себя от токсичной информации. Эти принципы медиагигиены должны быть интегрированы в нашу жизнь на всех уровнях – от межличностного общения до массового распространения информации. Все мы с вами сегодня стали публикаторами. Мы создаем свои сообщения или распространяем уже существующие. Прежде чем совершить подобное действие, важно подумать, действительно ли без вашего сообщения мир что-то потеряет и что он приобретет.